Новому времени, новые герои. В Доме дружбы народов открылась выставка о подвиге и героизме. Она проводится не в первый раз, но до этого центральными лицами были солдаты Великой Отечественной войны. Сейчас медики, работающие в красной зоне. Портреты тех, кто на передовой войны с коронавирусом нарисовал красноярский художник. О их главной изюминке расскажет мой коллега Евгений Черных. Это портрет врача Житкова. Очень живой, активный портрет. Но, к сожалению, его уже с нами больше нет. И таких портретов, где изображены ушедшие жизни медики, которые работали в красной зоне, несколько. Часть из этих людей награждены орденом Пирогова за милосердие, долг и самоотверженность. Посмертно все картины на этой выставке изображают новых героев современности. Для кого-то они стоят вровень с солдатами Великой Отечественной войны. Работники Дома дружбы народов, где представлена экспозиция, говорят, их будут помнить еще десятилетия спустя. А эти портреты – дань уважения. Красноярскому художнику Игорю Башмакову предстояла сложная задача – передать эмоции, когда у человека закрыто лицо. Ведь медики постоянно в спецодежде. Именно вот эти глаза становятся тем акцентом, той душой, через которую передается вся эта сила, отвага, сострадание, которые несут эти люди. Здесь 20 портретов. Это либо известные красноярские медики, либо знакомые автора. Специалисты отмечают, на каждую работу понадобилось много времени и кропотливого труда. То, что врачи – главные герои последнего времени – не секрет. Однако забывать тяжелые 40-е и непростые 70-е и даже нулевые никто не собирается. Рядом с портретами расположилась экспозиция военной миниатюры. Здесь собраны фигурки, книги, фотографии и статьи из разных времен. Самый молодой экспонат – танк Т-72 на улицах Грозного. Самый старый – самолет времен Первой мировой. Война Великой Отечественной прошла по всем, всеми. И это пример. У меня, получается, пропал без вести в 43-м году. Поэтому для меня это не просто какое-то… это личное. Ну и я еще захватил советскую школу. Как-то нас воспитывали именно в патриотическом духе таком. Создание такой работы занимает от двух-трех недель до нескольких месяцев. Суть в том, что к каждой модели идет и историческое сопровождение. На поиск фактов уходит значительная часть времени. Посмотреть как на портреты, так и на модели вы сможете до 16 декабря. После экспонаты разъедутся по домам своих авторов. Евгений Черных, Сергей Раков, 7 канал.